Девушки отдыхают А если тремя? Трехзначным? Правильно А если... Дедушка Федя, а давай лучше поиграем в шашки? Вчера ты меня выиграл, а я придумал, как тебя обыграть Давай, давай, Дениска, тащи Посмотрим, кто кого Вот что, Дениска, звони-ка ты быстро маме Что-то мне совсем худо Алло, скорая? Бородинская, 10 Я вам полчаса назад звонила, машины до сих пор нет Человеку с сердцем плохо, поторопитесь, умоляю вас Мама, дедушке Феде совсем плохо Я с ним разговариваю, а он мне не отвечает Звучает Федор Кириллович, миоритарь Господи, как же мы без вас Дениска, давай джинсики Мама, почему люди умирают? Ой, сложный вопрос, мой хороший Сначала папа, потом дедушка Федор Плохо без них Очень плохо, Дениска Мама, а когда приедет дядя Володя, он нас выгонит из дома? Не знаю, по закону это ведь его дом А вдруг он захочет сам здесь жить Мама, мы не будем мешать дяде Володе Мы будем вести себя Тихо-тихо Посмотрим, котятки мои Собирайте пока вон ту сумочку Здравствуйте Здравствуйте, Люда Проходите, пожалуйста Люда, знакомься Это Олег Сергеевич, нотариус Очень приятно Уезжать собираетесь? Да вот, готовимся понемногу Завтра приезжает сын Федора Кирилловича, нужно будет освободить дом А мы к тебе как раз по этому вопросу Да, я все понимаю Это когда нужно съехать? В этом нет никакой необходимости Федор Кириллович перед смертью составил завещание В котором сказано Что права на дом переходят вам Вот копия завещания Ну, подождите, я об этом ничего не знала А это не имеет никакого значения Главное, по закону дом теперь принадлежит тебе Так что, как говорится Принимай права, вступай в владение Да нехорошо как-то Получается, сын у Федора Кирилловича ничего не оставил? Видимо, он посчитал, что вам дом нужнее Если хотите, вы можете половину дома отдать Владимиру Федоровичу Да нет, это вообще не по-людски Это ведь его дом, он здесь вырос Люда, ну, чего сейчас? Приедет Володя, ну, все решите Ну, и где ты была? С девчонками встречалась С девчонками встречалась А сколько время сейчас, ты знаешь? Заболтались, я не думала, что уже так поздно Заболтались? А мне кажется, ты мне зубы забалтываешь, а девчонками прикрываешься Тебе самой не стыдно? Прекрати Куда ты пошла? Я еще не начинал Коль, пусти, я устала и хочу спать Устала? Че ты устала? Тебя с девчонками бить устала? А? Где была? Говорят Скотина Пару! Галя Галя, открой дверь Открывай дверь Твою Галя Галечка, не выводи меня, я же ведь ее вышиву Ну, скотина, сама напросилась Вот, курва, а Ну, ничего Найду, закопаю, тварь В общем, я из дома сбежала Николай совсем озверел Приревновал на ровном месте И правильно сделала, что сбежала Ну, сколько можно это терпеть? А я это терпеть больше не буду Галя Галочка, любимая, прости меня, умоляю Дурака, ну, прости, ну, я Я жить не могу без тебя Ну, что мне сделать? Ну, хочешь, я на колени встану Не надо Этим ты ничего не изменишь Галя Умоляю, ну, прости Ну, я клянусь тебе Я никогда больше не буду руки распускать Белезно, никогда Меня это мало волнует Я на развод подаю Как? Галя, ну, какой развод? Ты что говоришь-то? Ну, подумаешь, ну, поссорились Ну, с кем не бывает Ты что, не понял? Это не просто ссора, это конец Хорошо подумала Хорошо Еще раз руку на меня поднимешь Напишу заявление Пошли, Люд А ты, Людка Тварь Мужика своего в могилу свела Теперь Мою семью разрушить хочешь? Коля, ты сам виноват Да ты... Я тебе это припомню Скотина Мужика buzzing Музика 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы чего это там по чужим окнам-то подсматриваете, а? Сейчас в полицию вызову. Раиса Карповна, а вы меня не узнаете? Я Володя, сын Федор Кириллович. Вова, ты, батюшки, как же ты возмужал. Тебя сразу не узнать. Годы, Раиса Карповна? Так а ты чего же на похороны к отцу-то не приехал? Ужнал поздно. Сейчас дома никого нет. Людмила только вечером с работы придет. Пойдем-ка ко мне, я тебя чаем напою и отдохнешь. Пойдем. Спасибо. Заходи, заходи, Володь. Рома. Мам. Проходи, Володь. Ты кто? Это Володя, сын Федора Кирилловича. Ага. Садись, я сейчас чай поставлю. Будешь? Нет, спасибо. Я тебя помню. Приехал? Значит. Хватит, Рома. Вот, никто меня не понимает. А я, может быть, жить без нее не могу. Без Людки. Одна надежда на тебя. На меня? Она раньше у нас жила. Пока ее твой отец не приютил. А вот ты вернулся, дом твой, так ты ее выгони. И она обратно сюда вернется. А уж тогда я ее не выпущу. Ну, я никого выгонять не собираюсь. А что так? Глаз что-то мне положил, а? Рома, Рома, пойдем мы. Ты смотри. Она все равно моей будет. Иди, иди. Вот не понимает человека по-хорошему. Вот зачем, спрашивается, пришел. О, вот и женушка моя. Пойдем-ка домой, поговорить надо. Мне не о чем с тобой разговаривать. Ты что? Коль, тебе правда лучше уйти. Правда? Я вот тебя только не спрашивал, что мне лучше, а что не лучше. А ты сейчас не только пойдешь, ты у меня побежишь. Я тебя как овцу поганой метлой погоню. Пойдем домой. Так, убить ее не смей. Чего? Тебе может тоже накернить разок, а? Ну, давай. Давай? Давай. Ну! С женщинами так не разговаривают. Ты что, мужик? Иди куда шел. Я уже пришел, это мой дом. Как? Ты Кириллович сын, что ли? Да. Николай? Слушай, на пару слов. Тут такое дело, ты вот эту вот Людку гони в шею поганой метлой. Она отца твоего со свету зажила, и теперь семью мою рушит. Понимаешь? Спасибо. Я сам как-нибудь разберусь. Ну, разберись. Только потом не говори, что тебя не предупреждали. Галь, слушай, пожалуйста, пойдем домой, а? Я получку получил. Если сейчас не пойдешь, я ее пропью. Да хоть насмерть упейся. О, как. Смотри, не пожалей потом. Поздно будет, тварь. Пока он по кабакам будет бегать, я успею дома замки сменить. Пойду. Это значит, вы Владимир? Я Люда. Это я вам писала. Здравствуйте, Людмила. Вы простите меня, я не знала, во сколько вы приедете. Я бы с работы отпросилась, встретила бы вас. Не хотел беспокоить. В гости позовете? Конечно, это же ваш дом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Уютно здесь. Спасибо вам. Надо же. Еще работает. Удивительно, но здесь почти ничто не изменилось. Здесь он проверял тетрадки. И мои дневники. Владимир, Федор Кириллович просил передать вам этот портфель. Тут его письма, и он очень хотел, чтобы вы их прочли. Ну, вы тогда располагайтесь, я не буду вам мешать, мне нужно за детьми сходить. Мама, мы будем в домик играть? Котенок мой, не знаю. У нас гости дома. Дядя Володя приехал. Он что, будет с нами жить? Ну, мы пока еще об этом не говорили. Мам, а он нас может выгонить из дома? Дениска, ну почему сразу выгнать? А вдруг он хороший человек? Кулинар я конечно не ахти, но картошечку к ужину пожарил. Меня зовут дядя Володя, а тебя? Лариса. Очень приятно. Беги, мои руки. Дядя Володя. Денис. Спасибо. Вы снова? Да. У вас замечательные дети. Денис настоящий мужик, растет. Лариса, просто чудо. Владимир, давайте мы не будем тянуть и поговорим серьезно. Вы сейчас о чем? Вы будете оспаривать завещание? Я не знал, что отец написал завещание. Да, Федор Кириллович завещал дом нам. Но я прекрасно понимаю, что это ваш родной дом и с моей стороны было бы… Я ничего оспаривать не буду. Дом ваш. Владимир, спасибо вам. Спасибо вам огромное. Вы даже не… Вы мне сейчас оторвете руку. Господи, простите меня, пожалуйста, я… Фу, просто я так сильно боялась этого разговора. У меня сейчас даже гора с плеч свалилась. Выпейте чаю. Что? Что? Спасибо. Спасибо. Привет, Люд! Привет, Сережа! Хорошо, что я тебя встретил. Вот, держи. Как обещал, за машину. Извини, что так долго. Только сейчас раскручиваюсь. Сереж, а зачем ты работаешь? В смысле? Не понял. Ну, для кого ты зарабатываешь? Витька мой работал для меня, для детей. А ты? Ну, купишь ты себе все, что ты хочешь. А дальше что? Светка, что ли, подговорила? Или ты сама инициативу проявляешь? Дурак ты, Сережка. Хорошо, что Света мудрее тебя оказалась. Ребенок – это подарок судьбы. Это, может быть, единственное, ради чего стоит жить. Ты это поймешь со временем. Главное, чтобы не было слишком поздно. Беспредел, что хотят, то и воротят. А детей чем кормить? Кто нам скажет? Да. Да вообще непонятно, как жить. Никаких прав у трудящихся вообще нет. А что за шум? Да на работу не пускают. Говорят, отпуск у нас всех не оплачивают. Объясняю еще раз. Оборудование окончательно вышло из строя. Директор уже заказал новое. Как только его привезут и установят, мы снова пойдем на работу. А до этого, значит, лапу все будем сосать. Да откуда я знаю? Я передаю приказ начальства. Ир, а ты как новый бригадир объяснила бы начальству, что оно не имеет права отправлять нас в неотплачиваемый отпуск. Нашла дуру. Я себе не враг. Да как он нам, бригадир, так пустое место? Давай, Люд, командой, говори, что надо делать. Слушайте, ну я думаю, что нужно составить заявление и жалобу с подписями и отправить их в руководство компании и в профсоюз. Правильно, Люд, давай пиши заявление. Хорошо, я тогда составлю, а ты мне всего коллектива. Ну а мы все подпишем, да? Да, конечно, подпишем, подпишем, да. Ловко у вас получается. А вы чего так рано с работы? Что-то случилось? Да отправили всех в вынужденный отпуск. Этикетировочный аппарат сломался. А почините? Да не чинится уже. А чтобы новый купить, решили сэкономить на людях. Все как всегда в общем. Но мы решили с этим произволом бороться. Каким образом? А думаем составить заявление от имени коллектива с требованиями. Да вы боец, Людмила. Я могу вам чем-нибудь помочь? Ну, нам бы грамотно сформулировать наши требования. Можно попробовать. Сейчас я приведу себя в порядок и пойдем. А куда пойдем? Решать проблему с вашим начальством. Да не приедут они к нам. Так что, мать, давай, собирайся. Сами к ним в гости поедем. Еще чего? Нас пока еще никто не приглашал. Ты как хочешь. Я один поеду. Один? Нет. Я тебя одного не пущу. Во-первых, внукам нужно гостиницу купить. А ты не выберешь. Может, я тогда пойду машину заводить? Ну, заводи. Я с тобой поеду. Ну, вот эта деталь, ее надо посмотреть и вот. Владимир, простите, а можно я вас под руку возьму? Конечно. Я принесу чертежи. Это вы из-за романа, что ли? Да, но он втемяшил себе в голову, что никто, кроме меня, ему не нужен. Думает, раз я осталась одна с двумя детьми, значит, готова броситься на первого встречного. Но на меня же вы бросились. Вон как в руку вцепились. Они имеют скоро. Владимир, простите меня за этот спектакль. Ну, просто вы скоро уедете, а я, по крайней мере, смогу говорить, что влюбилась с первого взгляда и теперь жду только вас. Вы думаете, он поверит? Не знаю, но попробовать стоит. Тогда нужно играть по-крупному. Так эффективней. Ну вот, по-моему, он теперь все про нас понял. Наверняка. Так куда мы идем? Уйдите. Вы подробнее расскажите про конфликт с начальством. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Нам на часик интернета. Вадимир, а зачем мы сюда пришли? Нам нужны конкретные статьи из Трудового кодекса. А быстрее всего это можно найти в интернете. Мы сейчас ваши требования сформулируем так, что ваш начальник даже пикнуть не посмеет. Ну, директор, в смысле. Зачем ты ему эту штуку-то купил, а? Что он с ней делать-то будет? Да он давно такую же хотел. Не знаешь ты своих внуков. Ну, конечно. Что? Люда, еще на работе. Давай заедем, заберем детей, а потом уже вместе к ней поедем. Давай. Ну, давай, звони. Сам звони. Хорошо. Веди машину, а я буду звонить. Ну, просто отлично. Владимир, так у вас все складно получилось. Спасибо огромное. Да, Тамара Никифоровна. Здравствуйте. Что-то случилось? А, в гости? Конечно. Конечно, ждем вас, да. Возьмите. Что такое? На вас лица нет? Да, свекровь в гости едет. Господи, у меня еще и ужин не готов. Я вам помогу. Я вам помогу. Идем? Да. Мам, смотри, что мне дедушку купили. Ну, ничего себе. А мне свой новый кукольный домик. Вы спасибо сказали бабушке с дедушкой? Да. Ну, тогда бегите в дом, переодевайтесь. Руки не забудьте помыть, ужинать будем. Ага. Гостинию жданных принимайте. Вы не гости, вы родные люди. Ну, скажешь, что же. Родные люди. Сами не приехали, небось не пригласила бы. Тома. Что? Смотрите, а у меня новый кукольный домик. Ух ты, красота. Давай распаковывай. А у меня новый пи-с-пи. Класс. Дашь поиграть? Да, да. Девушка, помоги. Помоги. Только осторожней. Здравствуйте. Владимир, Валерий Николаевич. Это супруга моя, Тамара Никифоровна. Очень приятно. Давайте я вам помогу. Пойдемте на кухню. Да. Угу. Красиво у тебя. Чисто, уютно. Все-таки хозяйка. Люда, вот что. Я хочу, чтобы ты знала. Я была несправедлива к тебе. Прости меня. Ну ладно, что ты. Это лишнее. Не лишнее. Здравствуйте, Василий Петрович. Чего тебе, Колычева? Я тебя не вызывал. Вот здесь требования коллектива. Ознакомьтесь, пожалуйста. Колычева, ты нанялась, что ли, портить мне жизнь? А при чем тут ваша жизнь? Согласно Трудовому кодексу, в сложившейся ситуации вы не имеете никакого права отправлять... Понял, понял. Не таратурь. Помолчи минуту. Я почитаю, что вы тут насочиняли. Сочинение в школе пишут, Василий Петрович. А мы отстаиваем свое право на труд. Ты как заговорила, а? Ну что ж, толково составлено. Очень толково. Копии заявления отправлены в профсоюз и на головное предприятие. Людмила, ну зачем нужно было выносить ссору с избы? Ну сразу бы ко мне пришла, мы бы все и разрулили. Давай подумаем, найдем решение, которое бы всех устраивало. А мы уже все решили. Ладно, давай так. Вы отзываете свои заявления, а я изыскиваю возможность оплатить вам отпуска на время установки нового оборудования. Идет? Только если вы не сдержите свое обещание. Вот только не надо мне угрожать. Я и без угроз все понял. Здравствуйте. Колычева Людмила здесь живет? Да. Ой, еле нашла. А как ее увидеть? Значит, на работе будет позже. Что-то передать? Да. На тот участок, который она хотела приобрести, нашелся другой покупатель. Я и обещала ей сообщить, а мне нужно ей задаток отдать. А что за участок? Ну они мечтали с мужем там дом построить. Ну теперь что говорить. Видите, как жизнь распорядилась. А вы можете про участок подробнее рассказать? Да, конечно. Проходите. Спасибо. Заходите в дом. Спасибо. Победа! Поздравляю. Как все прошло? Все, как вы говорили. Директор даже слова сказать не посмел. Вы такой молодец. Мы бы без вас, ну... Предлагаю отметить победу походом в ресторан. Ой, Владимир, я... Отказы не принимаются. Да я в ресторане сто лет не была. Тогда тем более. Я считаю, что мы, как боевые соратники, имеем полное право... Спасибо. Спасибо. Перейти на ты. На бурдершафт пить не обязательно. Спасибо. Вино в последний раз сприла в прошлой жизни. Я считаю, что не нужно делить жизнь на прошлое и на настоящее. Жизнь, она... Вся твоя. Целиком. Вот такая, как... Как есть. Володя, я тоже хочу сказать тост. Знаете, я... Прости. Знаешь, я от твоего приезда очень боялась. Ничего хорошего от него не ждала. А ты... Сейчас сказал про жизнь такую точную вещь. Когда ведь от нее уже ничего не ждешь, она вдруг преподносит подарки. Я хочу выпить от тебя. А то, что ты оказался таким. А я хочу сказать об отце. У него было потрясающее чутье на людей. Я ведь, узнав о завещании, очень расстроился. Подумал, неужели он... настолько мне не доверяет. А потом понял, что он это сделал не из недоверия ко мне. Потому что, прочитав твое письмо, я сразу подумал, что этой женщине я отцовский дом отдам просто так. Он сделал это ради твоего спокойствия. Он был очень... очень мудрый. Я предлагаю выпить за него. Со Федором Кирилловичем я век буду Богу молить. Он спас меня. Ну и познакомились. Мы благодаря ему. Все. Хватит отстав. Я и так за вечер уже наговорил больше, чем за месяц. А я только хотела тебя попросить. О чем? Расскажи о себе. У меня была жена. Она умерла три года назад. У меня есть сын Алешка. Ему десять лет. Живет и учится в интернате. Мы месяцами не видимся. У меня фахтенная работа. Я работаю на буровой. Тяжело, мальчишки. Остаться без матери, да и... фактически без отца. Ну, в общем-то... Выбор у нас был невелик. Ну, а как же Федор Кириллович? Он за счастье бы почел жить вместе с внуком. Вместе с ним ждать тебя между вахтами. Виноват я перед отцом. Кругом виноват. Я его письма прочел. Понял, что нужно что-то менять. Нельзя жить по инерции. Только что менять, да как? Пока не понял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ты тяжесть тягаешь? Не твое дело. Я вот зашел узнать, как ты живешь. Ну, как видишь, все хорошо. Ой. Понимаешь, я к Раисе зашел А у нее там коляски со скидками Я решил взять Ой, хорошая коляска Очень красивая коляска Свет, прости меня, пожалуйста Я такой идиот, я правильно сделал, что меня не послушала Из-за своей глобости я чуть вас не потерял А я без вас не могу Я люблю тебя, Свет Я тебя тоже люблю Сережа, пойдем в дом В дом, в дом, пойдем Ты не волнуйся, я сам сейчас Не думал, что будет так тяжело уезжать Конечно, нелегко покидать родной дом Не только родной дом Володь, мне тоже очень грустно От того, что ты уезжаешь Ты ищешь кого-то? Да я думаю, может, хоть бы Ромка появился Был бы повод тебя обнять Ну тогда считай, что он тут И смотрит на нас во все глаза Люда У меня к тебе вопрос Если я вернусь с Алешкой Примешь? Я понимаю, вопрос не своевременный Но Если у меня была Хотя бы надежда Володь Ты же меня совсем не знаешь Почему не знаю? Знаю Ты сильная, смелая, честная Добрая Вообще Красивая Очень Меня еще никто так не хвалил Мне с тобой так спокойно Я уже забыла, как это бывает Привет Привет Пойдем Ой, девчонки Не работа, а праздник Да на таком оборудовании Две смены отработать можно Это все благодаря людям Вот если бы не она еще Неизвестно, сколько бы Петрович тянул Девочки, мы все вместе этого добились Предлагаю завтра собраться И отметить начало нашей новой рабочей жизни Я за Я за Ну-ка, пойдем Ну ты как себя чувствуешь? Тебе работать не тяжело? Да ты чего? Да мне только в радость Сережка, говори, сиди дома В общем, не ходи на работу Слушай А ребеночек волнуется, да Я так за вас рада В общем, все, как ты говорила Да Рада ты А у самой глаза на мокром месте Что, Володя? Не появляется? Нет Господи, почему я такая невезучая? Я встретила человека С которым мне было хорошо И потеряла Уехала, как без вести пропала Не звонит, не пишет Ой, нужна ты ему сто лет Не жди Не приедет твой хахаль Ты что ли постаралась? А что? Я ему все честно сказала Как Колычева с начальником Шуры-муры крутила Да как Ромка к ней по ночам шастал Как только Витьку похоронила Вот стерва Люд, да ты чего ее слушаешь? Так Ты что думаешь, что Володя дурак Все этим сплетням верить? Но он же не звонит А я все думала, почему? Людок Ты чего ж плетешься-то еле-еле? Гости у тебя? Володька вроде как вернулся Карповна видела Ну вот, другое дело А то брела, как старуха Добрый день Здрасте Добрый день Извините Раиса Карповна Что ты как заполошная-то? Что случилось? Мне Степановна сказала, что вы Володю видели Видела Меня чуть на грузовике не сшиб А куда он поехал, не знаете? Дома нет его Да вроде загород, вот там, где новые участки Спасибо вам Знаете, мне не особо интересно, что вы мне сейчас рассказываете Понимаете Вам деньги проплачены были? Были Материалы были? Да-да-да Рабочие были? Были Договор заключен? Вами подписан? Ну так в чем дело? Ну, понимаете Сроки не выполнены Сроки просрочены Правильно? Значит, я говорю вам Тетя А ты кто? Я Люда А ты Алеша? Здравствуй Володь Ты что здесь делаешь? Я знаю одну прекрасную женщину Она хотела на этом месте построить большой и красивый дом Я решил помочь Ты Как ты все это успел? Да я еще перед отъездом договорился Думал Приеду, закончу Сюрприз хотел сделать Тебе удалось? Почему ты не звонил? Нас на дальний объект бросили Там телефонов не было, только рация А я ждала, ждала Ну, теперь мы от тебя никуда не денемся Алешка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...